Такой. Вы исследуете последствия изменения частоты аллелей кена, отвечающей за группу крови по системе АВ0 в некой популяции людей. Вы обнаружили, что в этой популяции увеличивается доля людей с третьей группой крови. Это нельзя объяснить. Увеличением частоты аллеля Intense B, увеличением частоты аллеля Intense A, два ответа из перечисленных являются верными. Итак, если мы будем с вами говорить про наследственность и про то, какая у нас группа крови все-таки будет определяться, какая группа крови будет получаться, грубо говоря, у ребенка при увеличении какого-либо аллеля, отвечающего за ту или иную группу крови. Если мы все это с вами помним, то мы с вами знаем, что при увеличении аллеля Intense B у нас чаще всего будут появляться дети с третьей группой крови. Мы об этом с вами знаем. При увеличении аллеля Intense A и Intense B у нас получается четвертая группа крови, чаще всего наследуется детьми. Но скажите, какая группа крови может получиться, если у нас будет увеличиваться частота аллелии именно Intense A? У нас будет получаться в основном вторая группа крови. Итак, но если мы будем отвечать на данный вопрос, чем нельзя объяснить увеличением... Так, стоп. Мы не можем объяснить увеличение популяции людей с третьей группой крови во время приема пищи, после приема пищи, потому что перистатика кишечника у нас улучшается. Или же она у нас прекрасно начинает работать во время нормального акта дефекации, когда у нас идет расслабление наших мышц, расслабление сфинктера. А вот симпатический отдел нервной системы, он повышает частоту сердечных сокращений, он стимулирует выработку адреналина, он повышает уровень глюкозы в крови, вот такие вот расширяет зрачки, расширяет бронхи. То есть вот такие у него особенности. Поэтому, что значит, что значит, вот да, у нас, значит, есть уже ответ, возможно, B. Поэтому, ребят, что значит подъем по будильнику для нас, вот если мы это будем с вами разбирать? Это значит, у нас идет резкий подъем, вас вырывают из фазы сна. Соответственно, что у нас происходит? У нас происходит сердцебиение, у нас происходит выработка повышенная адреналина. То есть понимаете, да, что это значит? Это значит, иной раз, если, например, вы находитесь в фазе глубокого сна, например, если у вас сон был плохой, да, вы плохо спали ночью и под утро обычно человек засыпает крепко. У нас может произойти такая неприятная ситуация, когда вы просыпаетесь с повышенным сердцебиением, когда вы просыпаетесь с возбужденным. Все это у нас происходит из-за того, что у нас включается, так, включается, так, куда? Это симпатический отдел нервной системы. Соответственно, здесь правильный ответ будет у нас B. Вы абсолютно правы. То есть мы с вами помним, что парасимпатический отдел, он как бы расслабляет, а симпатический отдел, он наоборот, все повышает, стимулирует. Так, далее. Доказанной функцией зевоты у человека является охлаждение головного мозга со счет обновления воздуха в носовых пазухах и охлаждение крови в сосудах головы, прилегающих к дыхательным путям. Наполнение альвеол легких порций свежего воздуха при дефиците углекислоты в головном мозге. Рецепция феромонов обонятельным эпителем носовой полости и задней стенке глотки за счет форсированного продувания воздуха. Облегчение переходов от бодрствования ко сну за счет механического воздействия струи вдыхаемого при зевоте воздуха на заднюю стенку глотки и подлежащие рецепторы бодрствования ствола головного мозга. Всем нам знакома зевота. По-научному считается, что зевота – это рефлекторный дыхательный акт. Также доказано, что зевота может быть заразна. По-другому говорят, что она вызывает зеркально-нейронную реакцию. То есть, что происходит, это если вы находитесь в компании людей и кто-то из вас зевнет, у вас будет происходить цепная реакция, люди будут зевать. Не потому, что им хочется зевать, а дело в том, что вот именно при зевоте у нас происходит вот такая вот реакция. Называется зеркально-нейронная. Кстати, самое интересное, что у человека тоже появляется эта реакция, если он увидит, например, зевание даже зверей. Вот это очень удивительно. Итак, когда же мы зеваем? Чаще всего человек зевает по какой причине? Потому что, например, он длительное время находится в одной и той же позе. Например, на лекциях. Мы долгое время слушаем какую-то информацию, в нее вникаем, она нас тихонечку баюкивает, и мы, соответственно, зеваем. В какое-то время считалось, что зевота может появляться в момент, когда человек будет уже готов отходить ко сну, то есть при засыпании. Как вы считаете, так ли это? Давайте разбираться все-таки, что же такое это самое зевота. Зевоту. Итак, зевота у нас происходит в момент, когда у нас перенапрягается головной мозг. Что это значит? Это значит, что у нас увеличиваются все умственные процессы, да, и в процессе у нас мозг как бы перегружается, перезагружается. Иногда вы можете себя чувствовать, что при умственной нагрузке, при сильной умственной нагрузке, вы чувствуете себя намного уставше, чем при нагрузке физической. Именно в этот момент у нас нужно так называемое охлаждение головного мозга. Конечно же, мы не будем говорить, что у нас именно мозг охлаждается. Это у нас идет больший забор воздуха. У нас идет охлаждение всех кровеносных сосудов, которые у нас близко подходят к дыхательным путям, к носоглотке, которые в процессе вдоха будут охлаждаться. То есть в нашем случае, в данном случае, мы будем с вами говорить, что из данных вариантов ответа, в первую очередь у нас зевота благоприятно влияет на организм и появляется в результате перенапряжения мозга для его охлаждения за счет обновления воздуха. На самом деле у зевоты достаточно много всевозможных функций. Здесь, в принципе, можно сказать, что здесь у нас идет и наполнение воздуха в легких. Но в первую очередь, конечно же, зевота появляется как рефлекс на зов, грубо говоря, головного мозга, что у нас голова перенапряжена, и поэтому нам нужен кислород, охлаждение мозга. Так. Каков механизм физиологического поддержания постоянства сердечного ритма у человека? Это постоянная регенерация ритма нейронами коры больших полушарий, его поддержание за счет центов продолговатого мозга, генерация импульсов специальными клетками в составе сердечной мышцы, особая структура сердечных миофибрил, позволяющая циклично осуществлять сократительные процессы, или наличие сердечного ганглия, где происходит генерация нервных импульсов. Значит, особенность сердечно-сосудистой системы в том, что независимо от состояния головного мозга или нервной системы, сердечно-сосудистая система будет работать. Это можно наблюдать, например, у людей, которые находятся в коме под, например, искусственной вентиляцией легких, или это можно наблюдать у людей при, например, гибели мозга. Существует такая ситуация, когда, например, попадая в автокатастрофу, у человека гибнет мозг, но при этом человек, человеческое тело функционирует. Что это значит? Сердечно-сосудистая система у нас работает, кровь у нас гоняется по организму. Все дело в том, что у нас существует так называемая автономия сердца, когда сердце может работать независимо от нервной системы человека. За счет чего это происходит? Ну вот смотрите, здесь уже отпадает первый вариант ответа, что у нас за счет нейронов коры больших полушарий происходит вот эта автономия сердца, поддержание постоянного сердечного ритма. Я вам такой небольшой секрет открою, возможно, вам это и, в принципе, рассказывают в школе, если так, то все большие молодцы. Сердечный ритм в первую очередь зависит от постоянства давления артериального, которое у нас в сердце под большим давлением поступает порция крови. У нас данный узел, он как бы раздражается вот этим давлением, проталкивая кровь дальше. У нас, например, происходит достаточно большая потеря крови, большое ранение, и вследствие чего у нас количество вот этой циркулирующей по организму крови у нас уменьшается. В связи с этим у нас может произойти остановка сердца. Именно поэтому правильный ответ в данном случае у нас генерация импульсов происходит специализированными клетками в составе сердечной мышцы. Ну мы с вами знаем, здесь вопрос таким образом составлен, но вообще это два у нас узла. Ну или по-другому можно сказать, что это два ритмоводителя, то есть которые вот этот ритм сердца у нас спускает. Далее мы с вами переходим к второй части нашего школьного этапа. Здесь у нас может быть два и более правильных ответов. Соответственно, мы с вами стараемся выбирать не один, а несколько правильных ответов. Итак, в состав клеточной стенки красной водоросли входит кремнезем, целлюлоза, каррагинан, хитин или карбонат кальция. Мы с вами знаем, что в клеточную стенку именно у красных водорослей у нас входит каррагинан, но также туда входит и целлюлоза. Поэтому в данном случае у нас здесь два правильных ответа. На фотографии изображена хламидомонада. Выберите все верные утверждения. Хламидомонада обладает клеточной стенкой, она садится с бок. У хламидомонады имеются хлоропласты и хромопласты. На фотографии изображен процесс вегетативного размножения хламидомонады. Или же на фотографии изображен процесс бесполого размножения данной водоросли. Данная водоросль нам всем прекрасно знакома. Потому что мы ее знаем по школьному курсу. Именно на примере хламидомонады мы с вами изучаем внешний вид одноклеточных зеленых водорослей. А также мы изучаем размножение данной водоросли на ее примере. Изучаем половое и бесполое размножение. Если вы помните, то в процессе полового размножения у нас происходит, вообще половой процесс у нас происходит в неблагоприятных условиях. И образуется зигота, которая может длительное время пережидать неблагоприятные условия. Например, на дне водоема, если водоем у нас замерзает, или если он у нас пересыхает, или какие-то другие, например, химические загрязнения воды происходят. То у нас водоросли может достаточно длительное время в этом состоянии пережидать неблагоприятные условия. В основном данные водоросли у нас делятся бесполым процессом. Что значит вегетативное размножение? Это размножение путем отделения части полома водорослей. И чаще всего, в принципе, вегетативное размножение у нас характерно для многоклеточных водорослей. В данном случае у нас одноклеточные водоросли. И на фотографии мы с вами можем видеть, это микроскопическая съемка, это цифровой микроскоп. И здесь мы можем видеть, что у нас на фотографии изображен процесс бесполого размножения. Но кроме того, у хламидомонады еще есть клеточная стенка. Мы это с вами помним по урокам ботаники. И еще она содержит красный глазок, благодаря которому водоросли может двигаться в направлении источника света. В веганской диете в рационе отсутствуют любые продукты животного происхождения. При соблюдении данной диеты, избежание серьезных метаболитических нарушений, необходимо следить за уровнем суточной потребности организма в белке. Какие растительные продукты богаты белком? Чечевичная каша, подсолнечное масло, кофе, грецкие орехи или соевые котлеты. У нас существует два вида... Ну, как бы... Я бы не сказала, что это диета. Скорее всего, это образ жизни. У нас есть веганы, у нас есть вегетарианцы. Вы, наверное, знаете, в чем разница. Вегетарианцы — это люди, которые не употребляют мясо животных, ну, там, да, птицы, рыбы. Но при этом употребляют продукты, например, молочные продукты, яйца употребляют, могут есть икру. Но при этом мясо они, ну, как бы не употребляют, да. Веганы — это люди, которые строго соблюдают свой рацион, не едя ничего, не употребляя в пищу ничего животного происхождения. Сюда входит и масло сливочное, и у нас сюда входит и творог, и сметана, и яйца, и так далее, и так далее. То есть это люди, которые у нас питаются только растительной пищей. И, естественно, как вы понимаете, продукты, богатые белком, у нас все-таки самые богатые белком продукты — это животное происхождение. А именно растительные продукты, да, растения, они не так богаты белком. И для того, чтобы восполнять данные потребности организма, людям приходится есть достаточно большое количество сои, достаточно большое количество орехов, да, и достаточно большое количество бобовых продуктов. В данном случае из бобовых у нас представлена чечевица. Именно поэтому правильные ответы — это чечевичная каша, грецкие орехи и соевые котлеты. Липиды являются преобладающим, запасающим веществом в семенах льна, значит, боба, хурмы, подсолнечника или ячменя. Липиды — это группа веществ, не растворяющих в воде. По-другому можно сказать, что это жиры, да, и масла, соответственно. То есть здесь мы в первую очередь, ребята, должны с вами понять, какие продукты растительного происхождения у нас обладают большим количеством жиров и массе. И, соответственно, понять, какие семена обладают большим количеством липидов, мы можем, ребята, в первую очередь про, ну, как это сказать, существует льняное масло, и у нас существует масло подсолнечное. Мы его с вами знаем, оно у нас здесь в данном случае представлено, и мы с вами об этом это знаем. Итак, следующий вопрос. На схеме представлен жизненный цикл острицы. Выберите верное утверждение об этом паразите. Острица относится к типу плоские черви. Острица относится к типу круглой черви. Острица совершает миграцию в легкие человека. Человек является промежуточным хозяином острицы. Взрослый червь живет в толстом кишечнике человека. Смотрите, данный вопрос у нас представлен с картинкой. Данная картинка у нас относится к этому вопросу. Именно поэтому ответить на него мы можем, проанализировав данное изображение. В данном случае человек является единственным хозяином острицы. Острица является у нас паразитом. Относится она, если вы помните, к круглым червям, паразитирует в кишечнике человека. И проанализировав картинку, мы с вами можем дать правильные ответы. Что острица у нас относится к круглым червям, да, и взрослый червь у нас живет в толстом кишечнике человека. И попадает, соответственно, в организм с немытой пищей, с грязными руками. Поэтому в первую очередь следим за гигиеной рук и тщательно моем овощи и фрукты. Выберите верное утверждение о представленном поперечном срезе. Это срез корня растения, это срез стебля высшего растения, это срез листа однодольного. В данном органе есть полости для проведения воды. В данном растении обладает дифференцированным мезофилом. В данном случае у нас здесь выбор не особо большой. Здесь мы с вами прекрасно видим, что перед нами не лист, перед нами у нас стебель. То есть это срез стебля высшего растения. Если мы с вами хорошенько эту стебель рассмотрим, то мы с вами можем увидеть, но это уже к вопросу не относится, это мы с вами анализируем. Мы с вами можем увидеть вот такие вот полости в середине нашего стебля и по краям. Если мы с вами помним, мы когда-то с вами рассматривали данное растение. Растения с такими полостями в стебле относятся у нас к водным растениям, которые у нас произрастают в воде, например, кувшинка или лотос. И вот такие полости у нас называются аэренхемой и по-другому это воздушные полости. Несмотря на то, что здесь у нас есть воздушные полости, то все равно растение у нас потребляет, впитывает воду не стеблем, а корнем. И поэтому в данной структуре у нас присутствуют также псилема и флоема. То есть у нас здесь в данном случае находятся определенные полости для проведения воды. Ну а по поводу дифференцированного мизофила, то мы с вами помним, что мизофил – это у нас идет ткань листьев, в которой у нас находится… Есть у нас мизофил губчатый, есть столбчатый. То есть это у нас ткань листа. В данном случае у нас нет срез листа. Представим, то есть мы здесь с вами не видим мизофил никакой. То есть правильные ответы у нас в данном случае здесь – это B и G. В состав тазового пояса ящерицы входят подвздошные кости, солнечные кости, седалищные кости, ключицы, лобковые кости. Если помните, это все рисунки выглядят вот таким вот образом. Вот для нас такая небольшая подсказочка. Картинка, собственно, точно такая же, как у нас в данном случае в вопросе. Сейчас нам нужно только определиться, какие же у нас кости здесь входят. А тут у нас с вами присутствуют седалищные кости. У нас здесь присутствуют подвздошные и лобковые кости. То есть в данном случае у нас три правильных варианта ответа. Выберите верное утверждение о бизоне. Это единственный ареал данного животного – Северная Америка. Ближайшим современным родственником бизона является зубр. Данный вид входит в отдел непарно-копытных. Значит, бизон относится к жвачным животным. Бизон является предком домашней коровы. Бизон у нас относится, как вы знаете, к жвачным животным. У нас данный вид относится к парно-копытным. Ближайший родственник его является зубр. Кстати, зубров и бизонов мы с вами можем встретить, увидеть у нас в Терраскопрёкском соповеднике. Ну и как вы знаете, что на данный момент единственным ареалом его проживания является Северная Америка. Хотя одно время у нас бизоны были на грани вымирания, потому что на него был достаточно большой, большая охота на него была. То есть их в очень больших количествах истребляли. Но на данный момент они уже вышли из этого состояния вымирания. То есть достаточно их охраняет, это охраняемый вид, но с ними всё хорошо, они себя прекрасно чувствуют. Перед вами микрофотография некоторой части ткани человека. Выберите верное утверждение. Чёрно-белая копия данного изображения может быть получена при помощи электронной микроскопии. Жёлтым цветом обозначены реснички мерцательного эпителия. Жёлтым цветом обозначены микроворсинки. Структура, обозначенная жёлтым цветом, формируется при участии микрофиламентов. Данная структура является производным мезодермом. Итак, в данном случае у нас здесь представлен цветной снимок, но также мы можем получить с вами чёрно-белый снимок, который у нас может быть сделан с помощью электронной микроскопии. В данном случае вы абсолютно правы. Здесь у нас представлена ткань, которая у нас является производным мезодермы, потому что это в данном случае является серозной выстилкой. И в данном случае у нас данные элементы, представленные в жёлтом цвете, обозначены микроворсинками. То есть, скорее всего, это у нас выстилка серозная какого-то внутренней части либо кишечника, либо какого-то отдела кишечника. Без липа. Если помните, там у нас существуют специализированные микроворсинки. Какие из перечисленных желёз способны выделять в кровь стероидные гормоны? Так, стероидные гормоны, да, кто же их у нас производит и что это вообще значит? Ну и плюс с вами мы должны вспомнить, какие именно гормоны у нас выделяют все эти железы. Так, давайте начнём с тимуса, да, помните. Тимус по-другому он называется у нас вилочной железой. Это одна из главных желёз нашей иммунной системы, поскольку там у нас происходит дифференцировка или по-другому иммунное обучение Т-киллеров, да, Т-клеток. Так, поджелудочная железа. Что она у нас выделяет? Она выделяет у нас гормоны, если мы будем говорить с вами именно про гормоны, глюкогон и инсулин. Если вы помните, глюкогон у нас, соответственно, повышает уровень сахара в крови, инсулин, соответственно, понижает. Да, ну и плюс это железа, которая у нас участвует в пищеварении, выделяя панкреатический сок. То есть по-другому пищеварительные ферменты. Так, щитовидная железа. Она у нас выделяет несколько гормонов. Это тироксин, да, триоттиранин и, господи, тириокальцитонин. Ну и, соответственно, ускоряет она обмены в процессы, да, значит, влияет на нервную систему, на сердце, да, и регулирует содержание кальция в крови, да. Это вот мы когда будем говорить про тириокальцитонин. Тироксин, кальцитонин. Ну и плюс у нас идет еще усвоение йода. Потом у нас идут с вами надпочечники. Если мы помним, то это парные у нас, да, железы. Ну и расположены они у нас в верхней части почек. Соответственно, так они и называются. Ну и у них существуют гормоны, которые регулируют обмен веществ, которые регулируют водно-сливой обмен. Также выделяют половые гормоны в виде адреналина или эстрогена. Андрогены и эстрогены. Так. Личники. Это у нас также является парным органом. Ну и, соответственно, выделяют у нас женские половые гормоны. В основном мы знаем с вами эстроген и прогестерон. Значит, какие у нас гормоны считаются и называются стероидными. А стероидными гормонами у нас называются гормоны, которые регулируют процессы жизнедеятельности. В данном случае, да, у человека, но также и у животных. К ним относятся гормоны коркового слоя надпочечникам и гормоны половых желез. Соответственно, правильные ответы у нас здесь надпочечники и яичники. Все остальные гормоны у нас стероидными не являются. Так, выберите верное утверждение об эфтрафикации водоема. Процесс эфтрафикации производится при уменьшении стока минеральных веществ в водоем. Значит, он происходит при повышении содержания органических веществ в воде, при повышении содержания кислорода в воде. Все болота у нас являются эфтрафирными, эртрофными водоемами. Или у нас эртрафикация водоемов может приводить к замору рыбы. К замору – это значит к гибели рыбы. Ну, если мы будем говорить про данное явление как про экологический процесс, то это эфтрафикация у нас называется процесс ухудшения качества воды. Происходит он у нас из-за избыточного поступления в водоем каких-то биогенных элементов. Что значит биогенные элементы? Где мы можем это все дело с вами, например, наблюдать? У нас очень часто в водоемы могут производиться сбросы загрязняющих веществ. Особенно для нас губительно, именно в качестве эфтрафикации у нас губительный сброс каких-то веществ животного происхождения. Например, если у нас стоит где-то над озером или над рекой, например, птицефабрика, и, соответственно, продукты жизнедеятельности кур у нас периодически сбрасываются, допустим, на поля или происходит утечка в какие-то водоемы. Соответственно, у нас повышается количество фосфора и азота в водоеме, что приводит к разрастанию растительных организмов. То есть у нас повышается количество водорослей, у нас происходит повышение фитопланктона, в связи с чем после отмирания данных растительных организмов они оседают у нас на дно и, соответственно, происходит процесс перегнивания. в связи с чем у нас понижается количество кислорода в водоеме. То есть, несмотря на то, что кажется, вроде бы водорослей становится больше, от этого у нас водоем должен только выигрывать. На самом деле нет. На самом деле у нас процесс противоположный. У нас происходит понижение уровня кислорода, может даже дойти вплоть до заболачивания данного водоема. Ну и в первую очередь у нас сокращается количество биоразнообразия данного водоема. То есть у нас будут погибать какие-то виды рыб, которые не приспособлены к жизни в данных условиях. То есть процесс эфтрификации у нас повышает содержание органических веществ в воде. Потом у нас что? При эфтрификации у нас может произойти гибель рыбы. То есть в данном случае правильные ответы у нас будут «Б» и «Д». Сфагнум, господи, сфагнум. Сфагнумовый мох, он растет очень интересным образом. Дело в том, что этот мох у нас накапливает воду своим таломом. Ну и соответственно, при отмирании у нас клетки данного мха сохраняют какое-то количество воды. И у нас происходит заболачивание.